Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. Большое спасибо за то, что открыли это видео. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал, оставите лайк и комментарий. Это видео я посвящаю вязанию вот такого милого детского аксессуара сумки зайки из джута. Про все материалы и инструменты, которые я использовала при создании вот этой сумочки, я оставлю в описании под видео. Сейчас быстренько расскажу про основной материал. Это джут трехниточный 1600 текс плотность и крючок номер 4. По расходу у меня ушло около 100 метров на одну сумку. Вот такого большого мотка 200 метров мне хватило на две сумочки и осталось еще вот столько. Видео я разделила на две части для того, чтобы было удобнее работать по нему и не занимать слишком много времени. В этой части видео мы с вами свяжем стенки сумки, разберемся, как сформировать именно такую деталь. Свяжем два ушка, две ромашки и ремешок. А во второй части видео мы свяжем донышко и боковые стенки, это одна деталь. Соберем все детали сумки вместе и вышьем элементы мордочки. И сейчас я хочу подробнее остановиться на схеме формирования вот такой детали. Здесь у нас не совсем стандартная геометрическая форма. Сверху это прямой край, который формируется по правилу круга, а внизу это половина круга. И формируем мы ее по правилу круга. В кольцо амигуруми мы будем набирать 8 столбиков без накида. И далее вот эти нижние три столбика я буду расширять по правилу круга. Да, у меня здесь будет такая круглая часть. А верхнюю часть, оставшиеся столбики, я буду расширять по правилу квадрата. И здесь будет вот такая часть. Итак, первый ряд мы провязали. В кольцо набрали 8 столбиков без накида. Далее мы расширяем. Я вот так вот отделю вот эту нижнюю часть, это круг, три столбика. Оставшиеся столбики будут формироваться по правилу квадрата. Итак, по правилу круга во втором ряду мы должны удвоить каждый столбик. Соответственно, в каждый столбик вяжем по два столбика прибавку. Далее переходим на следующую часть. Здесь мы всегда провязываем один столбик. И далее вот эти три столбика у нас будут расширяться по правилу квадрата. Вот в эту угловую точку мы провязываем три столбика в одну точку. Будем формировать угол вот этим утроением. Далее один столбик. Дальше снова три столбика в одну точку. И в этот столбик всегда один столбик. Далее в третьем ряду мы в этой нижней круглой части прибавки распределяем следующим образом. У нас по правилу круга прибавка размещается через один столбик. То есть столбик, потом прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Так как у меня будет соединение ряда определенным образом, у меня будет смещаться начало ряда. И, соответственно, так как я сейчас начала ряд с прибавки, у нас так ряд не будет начинаться. Он будет смещаться вот в эту сторону. Я всю подробную схему порядно оставлю в описании. Вы просто будете следовать этой схеме. Помните о правилах круга, что мы в каждом ряду прибавляем по три столбика. Это я говорю про нашу половину круга, потому что у нас в начале лежало три столбика. Соответственно, в каждом ряду мы увеличиваем количество столбиков на три. То есть делаем три прибавки. А разбрасываем мы прибавки. Вот в третьем ряду у нас между прибавками один столбик. В четвертом ряду будет два столбика. В пятом ряду три столбика и так далее. На плюс один столбик в каждом ряду у нас увеличивается расстояние между прибавками. далее мы переходим на нашу верхнюю часть здесь у нас всегда один столбик в этой части и здесь мы прибавку делаем в центральную в центральный столбик предыдущего утроения соответственно сюда мы вяжем 1 столбик а сюда 3 далее по одному столбику в столбик предыдущего ряда и в центральную вот сюда вяжем 3 столбика далее по одному столбику и переходим на вязание четвертого ряда и здесь по правилам круга мы чередуем прибавки через два столбика но здесь мы уже будем смещать прибавки не только за счет до начала ряда за счет смещения начала ряда но и будем их распределять таким образом чтобы они были между прибавками предыдущего ряда то есть вот так вот в прибавку предыдущего ряда как мы здесь делали мы делать не будем для того чтобы было более ровная линия вот эта закругленная соответственно мы сюда начнем прибавку сделаем потом 11 сюда прибавку 11 прибавка 11 далее переходим на верхнюю часть здесь сюда один столбик здесь один здесь один и формируем угол в центральную в центральный столбик предыдущей прибавки делаем три столбика далее по одному центральный столбик предыдущей прибавки утроение три столбика и далее по одному столбику все и так далее опираясь на схему порядную которую я оставила в описании к видео пожалуйста опирайтесь на нее и формируйте детали сейчас мы перейдем к практике я еще покажу несколько рядов провяжу с вами я буду показывать на другой пряжи для того чтобы хорошо были видны столбики формируем кольцо амигуруми провязываем петлю на крючке и эту петлю мы будем считать за первый столбик далее в кольцо провязываем еще 7 столбиков этого у нас получилось 8 столбиков кольца затягиваем кольцо за кончик тянем и соединяем ряд любым привычным для вас способом я подробно не буду останавливаться на соединение которым пользуюсь я вы можете посмотреть о нем видео про круг я оставлю подсказку и провязали первый ряд в начале второго ряда мы сразу будем формировать полукруг и делаем в первую в первый столбик в раскол вот столбик галочка и сюда в центр заводим крючок и провязываем 2 столбика в одну точку следующую 2 3 2 закончили нижнюю часть круг далее обозначим начало и конец круглой части для этого завожу крючок последнюю верхнюю горизонтальную беру маркер это у меня отрезок нити и вставляю и вначале вначале на смотрите у первого столбика никогда нету верхней горизонтальной поэтому я пока что вставлю вот сюда предпоследнюю а последний верхний горизонтальный у нас будет выступать соединение но пока что обозначим здесь следующем ряду сместим и далее переходим на верхнюю часть по схеме у нас один столбик одиночный далее формируем угол в одну точку в один столбик провязываем 3 столбика без накида и далее следующую точку следующий столбик 1 столбик одиночный снова 3 столбика в одну точку и последнюю точку также у нас был сымитированный столбик провязываем 1 столбик закончили за не второго ряда соединяем ряд и сейчас маркер переставим вот сюда под соединение это верхняя горизонтальная последнего столбика до или первого столбика в нашем кругу здесь стоит маркер и вот под ним столбик в который мы будем начинать вязание круга а здесь у нас вот верхняя горизонтальная и в этот столбик мы будем заканчивать вязание круга кольца можно еще подтянуть если это необходимо и приходим на вязание третьего ряда здесь у нас начало ряда будет уже смещаться и мы будем его начинать вот в столбик и по схеме вяжем один столбик одиночный затем прибавка два столбика в один столбик предыдущего ряда 1 столбик одиночный следующий столбик прибавка и подходим к последнему столбику в полукруге маркер убираем и что провязываем 1 одиночный столбик крючок высвобождаем заходим в последнюю верхнюю горизонтальную и возвращаем марки вязание полукруга закончили далее всегда после полукруга один столбик и далее по правилу кругов во вторую петлю утроения предыдущего вяжем три столбика а в остальные по одному то есть один столбик и вот сюда в центральную точку здесь вы тоже можете поставить маркер если еще не совсем понимаете и не ориентируйтесь вот в этих столбиках вот раз два три во второй что провязываем 23 столбика утроение формируем угол далее по одному три одиночных столбика и не прибавка во второй столбик предыдущего утроения далее после угла последующие стол два столбика вяжем по одному столбику подходим к началу формирования полукруга достаем маркер и вяжем сюда прибавку последняя в этом ряду возвращаем маркер в предпоследнюю верхнюю горизонтально это начало нашего круга после квадрата все и закрываем ряд и провяжу еще один ряд с вами 4 4 бреду по схеме мы начинаем два одиночных столбика затем прибавка и здесь прибавки размещаем через два столбика прибавка два одиночных столбика последний столбик в кругу прибавка возвращаем маркер в последнюю верхнюю горизонтальную и здесь хочу остановиться на том что независимо от того какое у вас будет соединение где у вас будет начинаться ряд следите затем чтобы у вас прибавка была между прибавками предыдущего ряда да они выходила из столбиков которые формировали прибавку то есть либо после прибавки либо до прибавки в одиночных столбиках обязательно чтобы у вас формировалась прибавка они из столбиков прибавки далее переходим на верхнюю часть вяжем по схеме вяжем три одиночных столбиков во второй столбик предыдущего утроения делаем утроение формируем угол три столбика в одну точку далее 5 одиночных столбиков далее во второй столбик предыдущего утроения в центральную точку до вяжем три столбика в одну точку формируем угол далее три одиночных столбика завершили вязание квадратный чай далее переходим на круглую часть достаем маркер и по схеме вяжем два одиночных столбика возвращаем в предпоследнюю в первую до верхнюю горизонтальную круга наш маркер и заканчиваем ряд прибавкой 2 столбика в одну точку закрываем ряд закончили вязание четвертого ряда и далее пожалуйста самостоятельно продолжайте расширять деталь до восьмого ряда включительно по схеме которая находится ниже в описании под видео либо же на тот диаметр который вам необходим и в конце восьмого ряда когда вы провязали последний столбик обрезаем рабочую нить и ставлю кончик подлиннее и сейчас закроем ряд цементировав звено этой косички проходим с изнаночной на лицевую под первую верхнюю горизонтальную захватываем рабочую нить выводим крючком ее назад переворачиваем на изнанку и здесь из того места откуда выходит вот эта нить мы сюда должны вернуться при этом проходим еще вот сюда в эту перемычку которая под верхней горизонтально лежит и внутрь звена косички захватываем рабочую нить и уводим наизнанку и здесь прячем в произвольном порядке между столбиков кончик от кольца амигуруми также увидите немного я его здесь потянула он у меня оборвался но желательно вы тоже немного спрятать и потом уже обрезать то что деталь вот так волнеет ничего страшного в этом нет после того как вы отгладить и отпарить и все выровняется и нужно связать еще одну такую же деталь по размерам у меня получается 11 с половиной на 11 с половиной вяжите вторую деталь отглаживаете и встречаемся на вязание ушек мое ушко высотой 6 сантиметров для этого я набираю 7 воздушных петель и далее делаю одну воздушную петлю она у меня будет имитировать первый столбик дальше в каждую последующую вяжу по столбику без накида и в первую дали в последнюю провязываю 5 столбиков для закругления и довязываю ряд столбиками без накида до конца далее буду делать обвязку соединительными столбиками в вершинку каждого предыдущего столбика если вы хотите ушко по длине это вы можете набрать большее количество воздушных петель набираю 7 воздушных петель делаю воздушную петлю которая имитирует первый столбик который до выходит из предпоследний воздушный и далее вяжу вот верхнюю часть цепочки по столбику в каждую точку последнюю точку провязываю 5 столбиков в одну точку здесь тот узелок я распущу и кончик проложу вдоль основания буду ввязывать когда развернусь 2 провязала и еще 3 и далее вяжу до конца 6 столбиков далее делаю одну воздушную петлю переворачиваю и проходя под каждую верхнюю горизонтальную вяжу соединительные столбики и последний столбик мы будем провязывать вот сюда в крайние перемычки потому что верхний горизонтального первого столбика предыдущего ряда нет проходим в самые крайние точки и вяжем сюда последнюю соединительную петлю дальше обрежем нить оставляю кончик по длине высвобождаем полностью нить вот эта часть у нас будет лицевой да которая с изнаночной стороной столбиков и сейчас мы укрепим вот эту центральную часть соединительными столбиками работая вот этим кончиком подводим сюда через крайние петли этот кончик и вот проходим в первое отверстие захватываем кончик рабочую нить и далее проходим в каждое отверстие и провязываем соединительные столбики высвобождаем полностью нить и уводим наизнанку через ближайшую точку вот этот хвостик можно еще потянуть при необходимости и обрезать и кончик также уводим между столбиков на изнаночной стороне ремешок у нас свяжется очень просто мы будем набирать цепочку воздушных петель желаемой длины сколько набрать воздушных петель я сейчас расскажу чуть позже и возвращаться к началу цепочки с соединительными столбиками так у нас получится такой плоский прочный шнурок который будет выступать в качестве ручки сколько воздушных петель в цепочке нужно набрать для желаемой длины ремешка например я хочу ремешок длиной 80 сантиметров к этому числу я должна прибавить еще фиксаторов прикрепляться к боковине 3 плюс 3 6 итого 80 плюс 6 сантиметров получаем 86 сантиметров нам необходим шнурок вот это число неизменное его всегда прибавляем к желаемой длине далее для того чтобы понять сколько воздушных петель нужно набрать мы желаемую длину 86 сантиметров умножаем на неизменное число я определила это 1 и 4 и получаем примерно 120 воздушных петель соответственно для примерно вот такой длины 80 сантиметров мне нужно набрать 120 воздушных петель это ориентировочные размеры погрешность здесь допустимо в несколько сантиметров плюс минус поэтому ориентируйтесь на эту форму 120 делаю воздушную петлю для подъема и далее вяжу по соединительному столбику в каждую перемычку опускают цепочку косичкой вниз нахожу первую перемычку и провязываю сюда соединительный столбик 1 следующую 2 дальше 3 и так далее до конца ряда и вот такой плоский шнурок у нас получается и провязываем последний соединительный столбик здесь также как и пушки этот узелок распущу затянул обрезаю рабочую нить из 0 кончика длиннее полностью высвобождаю с петли я здесь формирую имитацию верхней горизонтальной петли и по итогу мой ремешок вышел 90 сантиметров цветок у нас состоит всего из двух рядов будем вязать двумя цветами желтым цветом первом ряду в кольцо амигуруми набираем 12 полустолбиков с накидом далее переходим на вязание второго ряда белым цветом и во втором ряду мы будем формировать лепестки их у нас всего будет 6 комбинации для лепестков мы будем провязывать между столбиками предыдущего ряда и далее между лепестками у нас будет соединительный столбик также будем провязывать в пространство между столбиков предыдущего ряда лепесток формируем следующим образом сначала у нас идет столбик без накида затем в эту же точку вяжем полустолбик с накидом далее сюда же столбик с накидом и спускаемся вниз также вяжем полустолбик с накидом и сюда же столбик без накида и вот такая комбинация у нас будет формировать лепесток далее после лепестка вяжем соединительный столбик далее снова комбинацию для лепестка соединительный столбик комбинацию для лепестка соединительный и так до конца ряда ряд закончим соединительным столбиком формирую кольцо делаю 2 воздушные петли они будут имитировать первый полустолбик с накидом далее делаю накид и в кольцо провязываю еще 11 полустолбиков с одним накидом затягиваем кольцо обрезаем рабочую нить оставляя кончик подлиннее полностью высвобождаем нить из петли и закрываем ряд имитации верхней горизонтальной петли здесь я перетону крючок поменьше для удобства далее я еще закреплю немного кончик от кольца проведу его через столбики и вот эту ниточку от конца вязания также подведу ближе к этому кончику и во втором ряду буду их ввязывать просто проложу за горизонтальными петлями и по ходу вязания увижу переходим на вязание 2 ряда белым цветом и здесь начиная в любую точку я буду делать поближе кончиком чтобы сразу связывать будем проходить не под верхнюю горизонтальную а вот прямо между столбиков нырять таким образом проходим не под верхнюю горизонтальную а под верхнюю горизонтальную и еще одну перемычку это будет такое более плотное присоединение столбиков и захват в рабочую нить и провязываю здесь первую петлю она будет имитировать столбик без накида далее формируем лепесток у нас по схеме полустолбик с накидом в эту же точку снова накид в эту же точку столбик с одним накидом полустолбик с накидом и сюда же столбик без накидом сформировали первый лепесток далее следующее пространство между столбиками провязываем соединительный столбик проходим следующее пространство между столбиков и формируем следующий лепесток столбик без накида накид полустолбик с накидом накид столбик с накидом накид полустолбик с накидом и в эту же точку столбик без накида готов второй лепесток проходим следующее пространство между столбиков вяжем соединительный столбик и вот таким образом формируем лепесточки до конца ряда и подхожу к концу провязываю последнее пространство между столбиков соединительный столбик нить обрезаю вставляю кончик по длине полностью высвобождаю из петли и увожу ниточку вот сюда в эту точку где мы поформировали первый лепесток хорошенько подтягиваю и на изнаночной стороне прячем между столбиков